Девушки отдыхают Я не знаю, правда, вот мне не хочется, конечно, ругаться, да, по поводу того, что вчера паломники в количестве сотен, говорят, что двух тысяч человек, вот где-то примерно столько было, пошли в Великорецкий крестный ход, несмотря на предупреждение и рекомендации не ходить, вот, ну, к сожалению, большому вот так случилось. Ругать их не хочется, люди, конечно, там руководствовались какими-то своими соображениями, но, тем не менее, очень мы опасаемся того, чем это всё может обернуться. Вот, но сегодня у нас первый час и половинка второго, это не совсем обычный эфир, это фактически пресс-конференция, на которой мы будем подводить, ну, такие промежуточные итоги конкурса достижений профессионалов социально ориентированных некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. Конкурс называется «Призвание НКО, призвание НКО-2020», проводится уже во второй раз, нам сегодня чуть более подробно о нём расскажут, и в нашей студии финалист этого конкурса, Инна Валикжанина, директор Центра информационных технологий в обучении и познании, добрый день. Добрый день, Александр Долматов, руководитель регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юноармия, Александр, здравствуйте. Да, секретарь, правильно сказать. Здравствуйте. Хорошо, добрый день. И Наталья Шитько, ну, Наталью мы знаем в разном качестве, да, сегодня представляем её, ну, во-первых, председателем правления Кировского общества знания, и, во-вторых, конечно же, руководителем регионального ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций при правительстве Кировской области. Наталья, добрый день. Добрый день. Ещё с двумя финалистами мы будем связываться по телефону, ещё у нас есть записной комментарий Евгении Вербы, это как раз, ну, фактически вдохновитель конкурса, призвание, да, мы записали её незадолго до эфира по телефону. И должна я, конечно же, сказать, что наш сегодняшний эфир – это часть такого большого проекта «Дом НКО», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов, да, это важно. Спасибо большое нашим гостям, что собрались, нашли время, не побоялись карантина и пришли к нам. Мы, наверное, сейчас дадим пару слов, вот буквально впечатление там, да, наших финалистов, такие коротко озвучили от участия в конкурсе, а потом нам Евгения Верба расскажет о том, как это всё начиналось. Я бы даже сказала, не впечатление, наверное, а мотивация, потому что для меня всегда это очень важно. Что вам и двигало. Что вам и двигало, да. Ну, хорошо. Кто вам и двигало лучше, скажите, да. Ну, любой конкурс, в первую очередь, и почему, наверное, принял участие, кроме настойчивого, и спасибо большое за там своевременное информирование регулярно, это то, чтобы посмотреть со стороны на ту деятельность, которой ты занимаешься каждодневно. То есть для того, чтобы подготовить заявку, ты собираешь материалы, что ты сделал, и потом смотришь, да, что-то делается, и делается в таком нормальном объёме. Вот, поэтому вот это, наверное, одна из главных мотиваций, чтобы со стороны посмотреть на то, чем ты занимаешься. Александр Далматов, Инна Валикжанина. Ну, я хотела бы, Александр, поддержать, что здесь Дом НКО большую роль сыграл и мотивировал, и поддерживал, и вдохновлял на участие в конкурсе. Наталья Ивановна Шитько тоже лично принимала, как бы, участие в мотивации. И я участвовала в конкурсе, чтобы, знаете, как бы зафиксировать, наверное, успехи, которые есть у нашей организации, осознать, что мы сделали. А ещё очень важно выйти на другие организации, посмотреть, о чём другие занимаются. Ну, вот, как говорят, показать себя, да, и посмотреть на других. Вот именно поэтому мы участвовали. Конечно, радостно, очень радостно, что мы вышли в финал, что заслуга, как бы, вот, наша работа была оценена. Это, конечно, радостно. А что именно представляло себя конкурс? Ну, то есть, как он проходил, какие-то этапы, возможно, были или всё? Давайте я коротко буквально добавлю, конкурс, как сказала уже Анна, проходит второй раз. Этот конкурс проходил в один этап, то есть нужно было оформить заявку дистанционно в электронном виде, где описать свою работу, свою деятельность. Конкурс проходил по разным номинациям. Четыре номинации – это, скажем так, профессионал в сфере управления некоммерческой организации, профессионал в сфере управления проектами, профессионал в сфере работы с целевыми группами и профессионал в сфере привлечения и управления финансами. Ну, это в основном финансисты и бухгалтера. Но, получается, одно НКО могло заявиться по всем номинациям. Да, да. Вот. Мы, на самом деле, наш ресурсный центр ещё в прошлом году вошёл в сеть ресурсных центров по поддержке некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. Поэтому мы очень активно сейчас, в общем-то, взаимодействуем с другими регионами, с другими ресурсными центрами. Можем посмотреть в сравнении, как мы выглядим на фоне других. На самом деле, скажем так, активность нашего участия, наших НКО в подобном конкурсе, ну, такая средняя. Вообще мы не очень как-то вот... Наших кировских, в смысле? Да, у нас очень низкая активность. Вот поверьте, информации об этом конкурсе я, там, наши, мои специалисты рассылали максимально. Там, возможно, везде мы размещали на разных интернет-ресурсах, делали личную рассылку, адресную рассылку. Но, к сожалению, вот не так много участников. Хотя вот для меня, например, как вообще одного из организаторов этого конкурса, партнёров этого конкурса, знаете, самая важная, наверное, цель. Здорово, вот правильно коллеги сказали, то, что какая мотивация, мне это очень важно было услышать. Для меня это сформировать очень такой положительный образ профессионала в сфере НКО. Потому что мы как-то вот НКО выглядим, ну, скажем так, ну, может, не совсем... Некоторые люди до сих пор этих трёх букв боятся, боятся что-то, что-то это не то что. То ли там, да, инвалиды, ветераны или кто-то там ещё. Знаете, вот как-то такой... А вот именно образ, причём успешного специалиста в сфере НКО, это могли быть волонтёры, штатные сотрудники. Поэтому вот мне кажется, что чем больше мы будем участвовать и своих сотрудников направлять в данный конкурс, тем это будет больше способствовать формированию действительно положительного образа, что работать в НКО интересно можно, можно добиться в ней успехов, очень хороших успехов. Вот, поэтому я вот... И я думаю, этот конкурс станет традиционным. Я вообще призываю всегда всех участвовать в такого рода конкурсах и поощрять своих сотрудников. Потому что это дополнительная мотивация и для наших сотрудников, где их оценят, увидят, заметят. Ну, правда, поэтому вот... Но идёт сложно. Мы в серединке. Но есть такие регионы ПФО, где вообще нет даже финалистов. Не то, что уж победители, поэтому... Евгения Верба об этом говорила. Мы сейчас послушаем небольшой комментарий. Он немножечко будет повторять вот в части номинации, то, что говорила Наталья. Да, но мы послушаем Евгения Верба, руководитель ассоциации служения. Действительно, казалось бы, конкурсов достаточно. И есть много конкурсов социальных проектов. Есть всероссийские конкурсы, где определяют лучшие социальные проекты в регионах тоже. То есть эта тема, казалось бы, конкурсная уже была задействована. Но мы увидели, что организации награждаются, проекты награждаются. Но сами люди, которые всё это делают, да, всё это инициируют и воплощают в жизнь, они как бы немножко остаются за кадром. Нам показалось, что очень важно будет организовать конкурс профессионалов, достижения этих профессионалов в НКО, которые бы действительно могли, подав заявку на конкурс, рассказать о своих успехах, о том, как они добились таких результатов. Несколько номинаций. И профессионалов, конечно, больше, и номинаций могло быть больше. Но мы ограничились пока небольшим составом. Это профессионал-управленец, профессионал-проектный менеджер, профессионал в сфере оказания услуг целевым группам, да, населению, и профессионал в финансовом управлении, да. Ну, это бухгалтер, можно сказать, НКО. Мы, на самом деле, волновались, когда первый раз в прошлом году этот конкурс был объявлен. Мы волновались, насколько будет интерес у организаций и у профессионалов к участию, потому что у нас нет, ну, скажем, да, денежных призов. Казалось бы, мотивация не такая вот весомая, потому что суть чествования, да, сказать спасибо, рассказать о том, как вот эти люди неравнодушные достигают в сфере, которая, ну, не является финансово такой обеспеченной, да, достигают таких успехов, и что ими надо гордиться. И чем больше мы о таких людях рассказываем, тем больше хороших примеров мы людям, да, представляем, а вот этих, можно сказать, героев некоммерческих организаций, тем, мне кажется, собственно, и население больше будет знать о том, что хорошего творится в секторе некоммерческом. И таких людей будет просто больше. И поэтому сразу был большой, на самом деле, интерес, как неожиданно. И было около 200 заявок, и мы определили победителей. Это было на ассамблее некоммерческих организаций в прошлом году. Но в этом году, конечно же, все по-другому. И опять мы волновались, потому что совершенно иное, время, да, с новыми вызовами. Обстоятельства, прямо скажем, да, такие очень особенные. И мы думали, ну, возможно, организациям и нашим НКОшникам будет не до этого, да, они погружены в свои проблемы и как-то не очень будут активны. Но на самом деле активность большая, заявок тоже много. Было подано 140 заявок на конкурс. И в итоге вот финалисты, которые определены, да, их 64 профессионала во всех номинациях из регионов, не все регионы попали вот в финальный список, в этот шорт-лист. Ну, как-то вот немножко провисают Мордовия, Чувашия, да. Ну, нельзя сказать, что активность, скажем, равномерная во всех регионах. Но тем не менее, да, вот Кировская область очень активна. Мы очень рады, что из Кирова и из районов Кировской области подаются заявки и много действительно ярких личностей, ярких профессионалов НКО. Мы надеемся, что нам удастся продолжать проводить конкурс. Возможно, что-то будет меняться, потому что, ну, действительно, время диктует, да, какие-то перемены. Но я думаю, что основное качество этого конкурса должно остаться. Это сказать большое-большое спасибо людям, которые много сделали для того, чтобы, ну, просто поднять качество жизни людей, которым нелегко, которые нуждаются в их услугах, нуждаются в их работе. Ну, на самом деле, это люди просто очень, очень особенные, и им нужно просто чаще говорить спасибо, а не вот так вот пока вот мы раз в год организуем такой конкурс. Конечно же, победителей не может быть много, да, хотя, в общем-то, все вот эти финалисты, которых больше 60, они все могли бы стать победителями, но это был бы неправильный конкурс. Поэтому победители у нас будут объявлены 10-го на онлайн-церемонии, которая будет проходить вот уже теперь не очно, а так вот дистанционно. Мы теперь все в онлайне живем. Да, все, все в онлайне. Ну, и в итоге после 10-го будут все победители известны, и мы будем о них еще больше говорить, и я думаю, что в дальнейшем будет возможность, когда мы выйдем из карантина, и снять о них какие-то коротенькие видеоролики, с тем, чтобы как можно больше людей о них узнали. Вот, это был комментарий Евгении Вербер, руководителя Нижегородской ассоциации неправительственных, некоммерческих организаций служения, вдохновителя конкурса призвания, да. Мы сейчас сделаем перерыв на анонсы, и после этого вернемся, я еще немножко расскажу, как будут определять победителей. Продолжаем дневной разворот. Вот, Аня, то, о чем ты перед перерывом начала говорить, да, как в итоге победители это определяют, как финалистов определяли, потому что, я так понимаю, не было какого-то условного там задания, да, которое нужно было оценить, то есть НКО просто описывали суть своей работы, то есть то, чем они занимаются, все эти заявки нужно было пересмотреть и просто по написанному определить, кто лучше. Вот я тебе, как человек, который работает в жюри нескольких конкурсов, могу сказать, что это безумно тяжело. Это тяжело, это ответственно. То есть выбрать из людей, каждый из которых хороший, прям вот лучших-лучших, это очень тяжело, это каждый раз через слезы получается. Ну и к тому же ты же тут вот в данном конкретном случае понимаешь, что, возможно, просто люди не склонны к писательству, например. Ну да, то есть, а ещё есть люди, которые не любят себя хвалить, а тут же именно про себя надо было писать, то есть не только про организацию, да? Не любите себя хвалить, попросите, чтобы вас похвалили, написали про вас. Да, вот надо было друзей просить, чтобы они хороших слов написали. Конечно. На самом деле, эксперты оценивали, эксперты, причём, вы знаете, второй год, я согласна с результатами конкурса, потому что я-то знаю этих людей, кто побеждает у нас, кто входит в финал, а эксперты оценивают не свой регион. То есть, как правило, они не знают этих людей, то есть оценка достаточно объективная. То есть наших финалистов оценивали эксперты из другого региона. Понятно, это, кстати, интересно. Это очень хорошая практика. Но ты ведь тоже оцениваешь людей из других регионов. И это тоже, кстати говоря, целям конкурса отвечать, о которых Инна говорила, да, это познакомиться там с другими людьми. То есть люди из других регионов видят, где кто есть, где там записывают себе, уже на карандашик берут. Вот, возвращаясь к тому, как будут выбирать победителей, я так понимаю, вот это тоже важная деталь, это не вошло в кусочек в комментарии, который был. Но, тем не менее, победителей, во-первых, в каждой номинации будет не один. Будет как минимум трое победителей, сказала мне Евгения Герба, это раз. И вторая история, тоже очень важная, это то, что будут победители выбирать дифференцированно, ну, я не знаю, так можно сказать или нет. То есть будут выбирать победителей, представляющих организации, работающие в больших, крупных городах, да, ну, то есть в областных столицах. И будут выбирать победителей, работающих в небольших городах, потому что опыт у некоммерческих организаций в той и иной сфере, он абсолютно разный. Весовая категория разная абсолютно. Да, 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 да. Это правильная история. Это внушество нынешнего конкурса, потому что в 2019 году там не было разделения. И, понимаете, в основном выходили в финал и побеждали все-таки руководители и сотрудники крупных организаций и опытных организаций. Поэтому в этом году было принято вот такое решение разделить. И у нас как раз вот эти все четыре номинации, которые было сказано, они работают вот в двух направлениях. Это города, где меньше 250 тысяч, ну, да, все наши малые города и районы, и сёла. И это и город Киров, получается, да, то есть столичный центр, где больше 250 тысяч жителей. Да, да, именно так. А на самом деле победители будут определяться очень просто, я так думаю, потому что каждый финалист набрал определенное количество баллов. И я так думаю, что кто набрал большее количество баллов, тот и будет победителем. А, то есть жюри-то уже всё знает, получается, да? Ну, наверное, жюри всё знает, да, 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 да. Так что... Они просто никому не говорят. Да, да. Мы сейчас будем пробовать связываться с ещё финалистами конкурса, но пока вот пробуем их набирать, да. Давайте мы всё-таки к нашим участникам обратимся, да. Опыт, кстати говоря, в чём-то схожий, потому что работаете там с детьми, да, и с подростками. Но при этом, если там у Инны Витальевны, я знаю, что это высокие технологии, да, роботы, да, у Александра немножко другая специфика, и ваша организация, у вас больше такое, как бы, ну, патриотическое направление, да, и вот эта история этого года с карантином, она для вашей организации, наверное, как раз таким проверкой такой была, да, потому что 75-летие победы в условиях самоограничения, и как вы вообще выруливали? — Да, на самом деле 2020 год подготовил очень много сюрпризов, а он ещё не закончился. Безусловно, наша деятельность, она вся закручена, основная её часть на очном участии, то есть, ну, сложно там проводить какие-то сборы, лагеря, полевые и так далее в онлайн-формате, ну, точнее, это вообще нереально. Безусловно, время диктует особые условия, и мы в этом году, как и все организации, подстраивались под эти форматы, то есть, большинство конкурсов и событий, они были переведены в онлайн-формат, то есть, ребята участвуют дистанционно, это через эти конкурсы мы инициируем, чтобы ребята не сидели дома, ну, точнее, не просто сидели у компьютера, ещё что-то, а занимались спортом, то есть, много различных было инициатив запущено, как федеральным центром, то есть, юнормией, всероссийским движением юнормия, вот, и через региональные ячейки это распространялось уже по региону, то есть, там, различного рода зарядки с утра проводили, в онлайн-формате эти зарядки проводили участники штаба всероссийского, то есть, это олимпийские чемпионы, вот. Участие, конечно, хотелось бы больше, чтобы участвовали ребят в этом, но здесь много ограничений, во-первых, нагрузка образовательная на детей возросла очень сильно, но, опять же, и актуальность таких событий тоже возросла, чтобы ребята не только учились, но что-то там двигались в тех ограничениях, в которых мы все находились, это долгое время, вот. 9 мая, непростое событие, я ещё являюсь секретарём региональной дирекции Года памяти и славы в этом году, вот. И, соответственно, те события, которые проходили, да, тоже потребовали очень серьёзного изменения, вот, а именно онлайн-формат, социальное дистантирование и прочее, но прошли 9 мая, впереди у нас День России, День памяти и скорби, парад 24 июня. — Будет парад в Кирове, да? Ну, планируется, по крайней мере. — Я не компетентен. — Пока не знаем ещё, да? — Хорошо. — Это и решается, безусловно, Министерством обороны, да, и гарнизоном местным, вот. Соответственно, об этом будет сообщено дополнительно. — Понятно. В общем, я надеюсь всё-таки, что вот чем дальше, тем больше наших, в нашей жизни будет какие-то оффлайн-мероприятия, и будут к нам подключаться в том числе, там, не через компьютер, а вживую наши ученицы. — Мы на это очень рассчитываем, на скорейшее. Тем более лагеря дополнительно, да, то есть всё равно мы планируем уже в онлайне с 1 июля, надеюсь, эти события не изменятся. — Угу. Ещё один финалист конкурса призвания присоединяется к нам по телефону, это Надежда Большакова, проектный менеджер. Надежда Анатольевна работает в нескольких направлениях, да, и с людьми серебряного возраста, и с людьми, я так понимаю, которые... Ну, ладно, пусть она лучше сама расскажет. Вот, да, Надежда Анатольевна, добрый день. — Добрый день. — Добрый день, да, радиостанция «Эхо Москвы», Анну Пшина, Дарита Позлеева, наши гости, Наталья Шитько, Александр Далматов, Инна Валикжанина, тут у нас в студии. Да, ну, во-первых, мы вот сейчас начали уже говорить об опыте работы наших некоммерческих организаций в условиях пандемии. Насколько вам пришлось перестроить свою деятельность там, да, вот в разных направлениях? Ну, конечно, учитывая, что мы были все на самоизоляции, я как председатель действующей комиссии по социальному и медицинскому обслуживанию тоже пришлось перестроить работу. Во-первых, конечно, ветераны лишились общения, все творческие мастерские запланированы, фестивали, спартакяды отодвинуты на неопределенный срок. Все мероприятия, уроки мужества, посвященные победе нашей, значит, тоже пришлось отодвинуть. Они, безусловно, пройдут, но все пришлось перестраивать. Значит, упор был сделан на подготовку списков ветеранов, нуждающихся в продуктовых наборах, в каких-то социальных услугах. И по городу Кирову, значит, вот в этот период было разнесено 3130 наборов. То есть мы списки готовили с ветеранскими организациями, с первичными, и, естественно, с Центром социального обслуживания населения. То есть ветераны, которые в силу своего состояния здоровья не могли выйти на улицу, закупить продукты, медикаменты, им была оказана помощь волонтерами и социальными работниками. То есть это вот направление, которое по работе как раз с людьми серебряного возраста, да? Но вы, Надежда Анатольевна, ведь работаете в нескольких направлениях. Вы можете немножечко нас со своим опытом познакомить? Ну, поскольку мы сегодня слушателей знакомим с нашими финалистами чуть-чуть. Ну, я еще занимаюсь социальным проектированием. Поэтому от городского совета ветеранов, от других некоммерческих организаций я помогаю писать социальные проекты и их как бы воплощать в действие. Вот последний проект, который мы выиграли и успешно воплотили, это был проект театра Гранд-Па, это некоммерческое партнерство, которое стал победителями в конкурсе «Православная инициатива». Это международный конкурс, и в рамках этого проекта мы поставили благотворительный танцевальный спектакль о первому ученице Щелкле и показали его на восьми площадках города Кирова и Кировской области в дворцах культуры. Посетители стали более четырех тысяч человек, которые приобщились к танцевальному искусству, к православной вере, получили массу удовольствий, спектакль был хорош. И мы, значит, конечно, все это, как бы сказать... Это был благотворительный концерт. Значит, работали с православной церковью. Еще, Надежда Анатольевна, такой у нас вопрос. Вот вы участие в конкурсе «Призвание» решили принимать, сами-не сами. Но у меня, смотрите, какая к вам просьба. Сама-сама. Вы можете немножечко подождать на телефонной трубочке? У нас сейчас просто по регламенту рекламы мы не можем ее отменить. Да, конечно. Да, просто не кладите, пожалуйста, трубку, мы вернемся к разговору. Надежда Большакова, проектный менеджер, с нами на связи. Надежда Анатольевна, добрый день. Добрый. Добрый день еще раз, да. Вы с нами, отлично. Значит, мы продолжаем знакомить город с финалистами конкурса некоммерческих организаций «Призвание» Приволжского федерального округа. И остановились как раз на том, как Надежда Большакова приняла участие в конкурсе и решила вообще в нем поучаствовать. То есть у вас мотивация какая была? Ну, всегда участвовать в каких-то конкурсах приятно и полезно. Потому что участие в конкурсе помогает проанализировать свою деятельность, увидеть какие-то новые горизонты, ну и, наконец, профессионально расти, находить единомышленников и получать новые знания. Это очень важно. Я даже, когда заполняла анкету на конкурс, написала такой стишок. Сейчас быстренько прочитаю, если есть время. «Призвание МТО – это конкурс достижений. Ведь каждая из сумка – профессионал. Задумок много, планов и свершений. Плюс ко всему и делал других завал. Коль хочешь развиваться, то участвуй. Не ради церемонии и наград, повысить компетенции, стараться. Любой из нас, поверьте, будет рад. То есть нужно участвовать, нужно профессионально расти и делать все, чтобы было жить интересно и приносить кому-то пользу». Вот. Замечательные, замечательные, Надежда Анатольевна, слова. Спасибо вам большое. Надежда Большакова – финалист конкурса «Призвание-2020». Я понимаю, почему Надежда Анатольевна в финале конкурса. Мало того, вот хочу как раз привести ее... Спасибо. Мы попрощаемся с Надеждой Анатольевной. Спасибо большое, Надежда Анатольевна. Всего доброго. До свидания. Привести как раз этот яркий пример представителя, во-первых, пенсионного, ну, скажем так, возраста, да, зрелого возраста, когда можно быть и в активности, да, и в желании жить, творить, помогать и так далее. Она молодец в этом плане. Причем человек там много лет, ну, основную свою деятельность трудовая – это была госслужба. Она потом пришла, когда вышла на пенсию, пришла в НКО и начала себя реализовывать в этом качестве. Причем очень успешно. Молодец. Ну, это интересно, да, мне всегда казалось, что в НКО люди приходят все равно, ну, с каких-то смежных, я не знаю, позиций, да. Ну, то есть, когда ты уже как-то привык где-то там работать с людьми, да, действительно, с госслужбы, в НКО, такие интересные прыжки, что называется. Неисповедимы пути Господни. Ну, на самом деле, мне кажется, что вот и для человека, там, любого совершенно возраста, смена деятельности – это ведь может быть таким прям хорошим стимулом, смена сферы там деятельности, да? Абсолютно точно. Потому что ты открываешь что-то новое для себя, и тебе интересно становится, и ты погружаешься в это все больше, больше, больше. Да, у меня есть пример, когда судья нашего арбитражного суда, много лет работа, стала потом участницей театральной студии, и стала такой актрисой, она говорит, меня никто не узнавал из моих родственников, там, вообще, что я такая очень женщина твердая, волевая, сухая, и тут начала там… Да, причем она у нее была роль любовницы. Знаете, вот она сама для себя открыла просто в этом вообще новом проявлении, поэтому, в общем, ребята, дерзайте. Ну, мы продолжаем знакомиться с нашими финалистами, да, и Тамара Савиных с нами на связи, руководитель клуба любителей активного движения «Вятские скандизавры». Это Котельническая районная организация ветеранов. Тамара Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы сегодня всех наших гостей по телефону и в студии просим рассказать себе о том, чем вы занимаетесь. Немножечко так, каратенечко. Можете нам сказать, вот скандизавры это кто? Любители активного движения. Это любители, мои единомышленники. Скандинавская ходьба, которой я увлекаюсь уже давно-давно-давно. Впервые я познакомилась с ней, увидела в 2011 году, а с 2014 года вот мой инструкторский стаж. Объехала я весь район и не только район. Практически все сельские поселения есть активисты. Поэтому это дело мы совместно продвигаем, развиваем маршруты выходного дня. Котельнич очень богат маршруту не выходного дня. Поэтому как бы вот так. Да, Тамара Васильевна, а вы работаете только с жителями Котельнича или, например, кировчане, которые в Котельниче хотят поехать, могут как-то вас найти и присоединиться к вашим прогулкам? Конечно. Вот в нынешнем году мы установили тесный контакт с практикумом. Там есть такая Марина Ефремова, тоже инструктор по скандинавской ходьбе. И мы вместе организовывали, открыли для себя один маршрут в нынешнем году уже. Это Кедровая роща в Ленгасово. Очень интересно. Поэтому за пределы района есть возможность. Не только за пределы района, есть много друзей, коллег и за пределами региона, с которыми мы, я надеюсь, что и дальше будем сотрудничать, ездить друг к другу в гости. Тамара Васильевна, а часто вообще принимаете участие в конкурсах или это для вас дебют был? В конкурсах. В конкурсах по линии НКО впервые. Впервые, конечно. Конечно. Вот. Так, ну я участвовала каким образом? Работа еще в местном самоуправлении. Это значит, конкурсы были, это ППМИ. Дальше конкурсы, это вот грантовые поддержки, социальное проектирование были выигрышны у меня неоднократно. Вот. То есть, как бы вот работа такая, а лично, сама я как... Конкурс профессионального призвания, да? Да. Первый раз. То есть, лично, лично я сама, да. Так, и как, вот первый раз и сразу финалист. Мотивация-то ваша, она как бы выросла после того, как в финал вы вышли? Ну, да, конечно. Как не выросла. Я очень благодарна ресурсному центру общества знаний, потому что та подготовка в прошлом году, которая была, где мы проходили обучение, конечно, оно дает возможность, такая площадка и для общения, и для обучения, для новых, установления новых знакомств, контактов. Угу. Познание новинок всяких, это вообще здорово. Только развитие, развитие и развитие этого направления. И думаю, что в дальнейшем, после всей вот ситуации, социально ориентированным организациям, НКОшкам, будет дальнейшее развитие, дальнейшее развитие обязательно. То есть, вы думаете, что вот эта ситуация, которая сейчас у нас сложилась, когда мы там большую часть деятельности, многие, наверное, да, некоммерческие организации перевели в онлайн формат, дистанционный формат, это тоже такого, ну, не знаю, своего рода, что ли, там, ну, способ получить новые знания, какие-то новые навыки и потом их применять. Вы про это говорите, да? Ну, да, конечно. Удаленка, она будет развиваться и дальше. С 1 июля самозанятость вступает в полную силу, это тоже. То есть, получается, у нас произойдет перераспределение трудовых ресурсов. Да, самозанятые, они тоже будут искать для себя занятия, нужно кормиться и кормить свои семьи. Социально ориентированные, значит, НКОшки, это тоже, получается, резерв, ресурс для развития, для выявления новых людей, новых лидеров, новых идей, реализации их. Ну, и я большой поклонник кооперативного движения, кооперации, значит, она тоже есть и жилищная, и потребительская, и так далее, и так далее. Это очень большой ресурс, я надеюсь, он будет развиваться у нас в России. Да, ну и надеемся, что будет это все поддерживаться все-таки, деятельность некоммерческих организаций, в том числе и на государственном уровне, и на региональном уровне, да? Вот эта поддержка, она необходима, я так понимаю. Конечно, она в любом, в любом деле, в любом деле поддержка, она необходима. Когда чувствуешь поддержку, значит, когда чувствуешь, что это нужно, интересно, не только тебе, потому что, допустим, увидев вот этот ресурс в этой же сандинавской ходьбе, я в 2011 году, это уже почти будет 10 лет, да, увидев и попробовав, когда, думаю, ё-моё, да как это здорово для меня, это полезно, это полезно нужно, значит, это нужно всем. Вот, но когда будет поддержка, когда будет внедрение, значит, оно более глубокое и широкое, оно идёт, я это вижу, это чувствую, вот, ощущаю и участвую, и самое главное, я участвую в этом становлении и развитии сандинавской ходьбы. И то, и, соответственно, и это социально ориентированное некоммерческое организации. Вот, это тоже мотиватор хороший, да? Тамара Васильевна, да, спасибо вам большое, Тамара Савиных была с нами на связи, руководитель клуба любителей активного движения «Вятские скандизавры». У нас остаётся 4 минуты, да, до конца эфира, мы, наконец-то, добираемся до Адаины Витальевны Валикжанины, Центра информационных технологий в обучении и познании. Мы сейчас начнём наш разговор и во втором части его продолжим, да? По поводу того, вот, вдохновляющего влияния карантина, по которому мы всех наших участников спрашиваем. Скажите, пожалуйста, ну вот, вы вроде с одной стороны, как бы, организация, которая, вы и так там, чего вам учиться? Ну да, у нас много опыта в сфере использования IT-технологий в образовательном процессе, но карантин, вот те условия, в которых мы оказались, они так взбодрили и смотивировали нас. Вы знаете, это как, наверное, океан, некоторые волн боятся, а некоторые спокойно катаются на этих волнах. Так и нам вот пришлось, наверное, ситуацию положительную рассмотреть. Мы одни из первых в Кирове перешли на дистанционное обучение, учили другие организации, как это сделать. Сейчас у нас проходит российский онлайн-марафон для родителей по сопровождению деток в проектной инженерно-технической деятельности. Из разных городов России, из Кирова, из Чепецка, из наших вот вятских населённых пунктов тоже родители принимают участие. 1 июня прошла зум-перекличка детская, была очень классная атмосфера, было очень здорово и весело. И вот задача поддержать семьи, которые воспитывают детей, которые увлечены инженерно-техническим творчеством, дать им возможности для того, чтобы детки что-то сейчас смастерили руками, программировали. Вот это задача такого марафона. Ну, кроме этого, онлайн-занятия у нас продолжаются, и детям это очень нравится. Детям нравится, дети дома спокойно, мы им даём задания, наконец-то лето, наконец-то нет. Они не расслабляются, нет? Вот ощущения. Учителя очень жаловались, обычные учителя имели в виду среднюю школу, когда вот вся эта история с дистанционкой пошла, что невозможно же просто проследить. Я видела тут опросы, и большинство, там, что-то больше 50% ответили, что нагрузка, наоборот, возросла. Возросла. То есть никак не уменьшилась. А, да, 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 да. Допообразование. Допообразование это то, что детям нравится. У нас и на очном обучении, у нас, знаете, такая страшилка есть, если будешь плохо учиться, не пойдёшь в познание. И поэтому и здесь то же самое, если ты там уроки не выучил, не подключишься к познанию. Поэтому дети с удовольствием занимаются, выполняют то, что им нравится. И проблем с этим нет. Но, конечно же, все хотят очно увидеться. Мы начали уже подготовку лагеря. У нас это активно идёт, встреча с вожатыми. У нас программа интересная такая, вот прямо шикарная, готовится. Очень надеемся, что у нас будет возможность её очно реализовать. Да, и лагерь состоится. Мы все надеемся, да, мне кажется, для большинства некоммерческих организаций, вот сейчас они все сидят, ну, что называется, на чемоданах, да, и все уже ждут, когда уже откроют всё. Потому что в основном содержательная деятельность это мероприятие, мероприятие и работа с людьми. И, конечно, всё, как сказала Александра, ну, нельзя перевести, как можно и по ходу перевести там в онлайн-режим для детей. Ну, вы знаете, вот онлайн-режим для наших деток открывает лекторов российского уровня. Конечно. Конечно, у нас Татьяна Галатонова из Нижнего Новгорода провела мастер-классы, Александр Бейликов из Перми провел мастер-классы. Ну, вот в реальной жизни мы, наверное, даже бы и не подумали об этом, потому что у нас свои педагоги очень сильные. Конечно, как их повезёшь, да, ещё. А здесь дети могли участвовать вот в таких чудесных мастер-классах. Это здорово, что вот мы на это решились, и ситуация нас к этому сподвигла. Поэтому тут нет худа и бездома. В общем, мы всегда оптимисты, мы ищем плюсы. Я поняла, некоммерческие организации всегда оптимисты. Тут уже ничего не поделаешь. Особенно российские. Да, мы сейчас делаем, перерываясь на тематические программы. Потом поговорим о поводах для оптимизма. И вначале первого вернёмся, да, поговорим о поводах для оптимизма с нашими гостями.